Как правильно держать ноги? Поднимать колени, вжимать колени вверх или просто вверх поджиматься полно? Полно, чёрт. Ну вот так вот. Да, покажи, о чём лечь. Просто можно по-разному поделать. Можно просто вот так, да, делать? Голова вверх. А можно вот сюда, колени? Колени вверх. Колени вверх, да? Колени вверх, голова вверх. Все вверх. Это самое большое отличие. Дорогие друзья, давайте поговорим потом за столом, хорошо? У нас здесь с Атсангой, мы общаемся вместе все. Вот это самое большое отличие хатха-йоги и аштанга-йоги. Аштанга-йогой надо все поднять. Лифт-ап. Задача все поднять. То есть эта техника виньясы, она заключает в себе лифт-ап. Поднять. Да, поэтому она считается тантрической практикой. То есть она такая, как бы ты делаешь непонятно чего, а там и дыхание, и банхи. Ну как бы не всем понятно. Если я сейчас спросить, я не думаю, что ты раскроешь эту тему. Поэтому, что такое тантра? Тантра, что такое тантра? Тантра это мы делаем, но мы ничего не понимаем. А потом раз, то какие-то процессы начинают происходить. Такие глубокие, да? Ну в целом, как бы, йога, она вообще вся тантра. Это тантрическая. То есть взять тантру, да, йога это в ее кусочек. Вся йога. Я к чему? К тому, что задача аштанга-йоги поднять тело. Поднять. За счет того, что мы начинаем поднимать все, у нас и вся анатомия, физиология прокачивается. Согласны? Там все с кортом, вся эта кровь, все системы начинают активизироваться. И плюс еще левитация происходит. Человек, который не занимается вообще, он посмотрит, ну, красивый комплекс, да, там, где все уже наточено, он подумает, как так? Согласны? Он говорит, как так? То есть это же, ну, это нереально поднять тело. Согласны? Вот. Это отличие аштанга-йоги. Если мы ее доводим до, так сказать, качества, то мы видим, что, ну, как бы, какие-то нереальные вещи, вот оно, в чем проявляется техника веняса. Поэтому надо все поднимать. Хотите вы, не хотите, как бы, хотите, что вы хотите, понятно? То есть, как бы, знания, да, там, задачи какие-то, у каждого свои. Ну, моя задача, да, как бы, вести, да, как бы, сути, понятно? Как йога-тичер. Поэтому тащи все вверх. Все вверх. Бокасана, переходы все, зафиксация, все. В лет-классе это очень ярко выражается конкретно. Паша, это там, там, jump up, все поднялись. Jump back. То есть, в счет. Все позиции, которые я говорю, где фиксировать, их надо фиксировать. Ну, если вы не поднимаетесь, то вы не сможете зафиксировать. Я говорю, бокасана, а все упали. Что-то ниоткуда. Лифтап, нет лифтап. Нет мышц, нет проработанных. Это, наверное, самое сложное. Самое сложное. Так я и говорю, что это отличие аштанга-йоги от хатха-йоги. Потому в хатха-йоге вы в одну сторону залегли, потом перед... Ты же отдаешь, ты же знаешь, что мне тебя рассказывать. И вторую сторону залегли, расслабились. А здесь вы так не расслабитесь. Вам надо подтянуть, вам надо дрижть, вам надо дышать, вам надо еще между этими переходами все поднимать. То есть это вообще космос, в принципе. Тяжело. Поэтому все ползают по коврику. Но это нормально. Пока. Когда-то мы должны взлететь, как птички. Да? Согласны? Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратяхара, Дхара, Натхьяна и... Полетели. Чтобы полететь, надо стабильно, чтобы все было. Согласны, да? Практика, практика, практика. Стабильная практика. Не один раз в неделю, а каждый день. Пусть будет по чуть-чуть, но каждый день. Тогда вы начинаете прокачивать. Какие-то вещи такие, более глубокие. Все эти свои какие-то недовольства. Какие-то концепции ложные, на которых мы живем. Представляете, сколько у нас этих концепций. Я вот недавно себя с одной снял. Мне так легко стало. Какие-то ограничения. Не помню. Что-то прямо произошло. Ну, не, обед это обед. Какой-то у меня был одно взгляд, а потом другая. Сейчас я вспомню. Это ради интересного. Сейчас вспомню. По-моему, я и даже мне тоже написал, озвучил. А, вот, страх и любовь. То есть, можно делать вещи со страхом, а можно с любовью. Ну, вот, например, да, тяжело, плохо, все, надо, надо, потом растаять. А почему ты так паришься? Это же так приятно. Это же классно. То есть, ты с другой стороны смотришь, что это. У тебя раз, и все начинает плачаться. Понимаешь? То есть, ты недовольный, да, ты там, все, у тебя плохо, там, все фигово, все вокруг, там, не любит меня никто, там, никто меня не смотрит. Какой я толстый, как я много ем, да, там, у меня все плохо, да, там, денег нет, все такое. Потом раз думаешь, нахрен, на мне все это надо, я же классно. Я же не плохо, я не ею. И потом раз, и думаешь, вау, ты столько отпускаешь себя, понимаешь, вот этого всего. Да, согласна? Через какую открытую точку это происходит? Через практику, хороший вопрос. Через стабильную садхану. Только. Других вариантов нет. Ну, садхана, она бывает разная, я не сторонник, только аштанга йоги, да, там много практик есть. Но, я на себе, если они есть, то да, процесс идет. Потому что в йоге это заложено. И там заложено. Вы, когда попадаете в этот процесс, у вас столько всяких процессов начинает, согласны? Ну, там можно книги писать. Каждый может книгу написать. Об этом. Что с ним было до, и что с ним стало после. И в процессе еще, да? В процессе. Да. Вот. А как меняться? Либо вы висите на всех вот этих вот социальных программах, которые вам дали с детства. Надо есть кашу, да, там. Ну, и поехали там. Мама пил, папа пил. Все остальное. Все это накладывается. Мы не можем никуда это деть, если мы не начинаем с этим работать. Осознанно, да? А в практике йоги, я говорю, все это заложено. То есть, мы начинаем все это видеть, снимать все это. У нас другие вещи открываются. У нас энергия начинает работать. А она делает чудеса. Почитайте, что такое энергия. Прана, кундалини. Она работать начинает. Вы дышите, все, у вас процесс пошел. Вы работаете с банками, у вас там все начинает активизироваться. У вас тело, оно было мертвое. Ну, условно, да, там. Не работает, все зажато, закрыто все. Все надеи, каналы, все заблокировано. Человек начинает работать каждый день. У него начинает все вообще. У него творчество начинает раскрываться. Что такое энергия? Это поток творческой. Ну, можно ее, конечно, куда угодно девать, да, там. Можно расходовать там и на секс, и на все остальное. Ну, такие, ну, как бы, всякие радости, да, материальные. А можно ее превращать в творческий потенциал, да? И это же вообще все. Это называется бессмертие. Это я так называю. Бессмертие. Все, непобедим. Страх исчезает. Представляете, страх исчезает? И появляется любовь в сердце. Это же вообще все. Вам ничего не страшного. А если вам ничего не страшно, вас не может никто, ну, как бы, зажать, да? У вас такие открываются ситхи. Ты нереально вообще. Просто нереально. Видели людей, которые не боятся? Они же могут больше делать. Тебе что-то сказали, ты опа, все, и больше ничего не можешь делать. Потому что, ну, ты боишься. А другой не боится. Он может делать. Делать, 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 делать. Что важнее, английский или банхи? Ну, это некорректный вопрос. Спасибо, брат. И то, и то важно. Одно работает с одним, другое с другим. Банхи – это работа с энергией. Ну, опять же, можно на разных уровнях ее разбирать, да? Как мы разбираем вот на философских наших встречах. Это Анна Майякоша. Анна Майякоша – это на физическом уровне мы ее можем разобрать. Что такое банха? Мышцы, да? Мышцы, которые подтягивают, дают нам подняться возможность. Вторая мы можем разобрать ее на прана, на праническом Майя... Прана Майякоша, да? На праническом уровне, как она поднимает энергию снизу, да? Мувадхара чакра начинает поднимать. И на ментальном процессе. Манна Майякоша, да? На ментальном процессе. Тоже, какие процессы идут. Вы чувствуете, у вас там изменяется что-то? Ну, и на каждом уровне можно разобрать это, ну, целые классы по теории. Это банхи. А дришти? Что такое дришти? Дришти – это уже ментальный процесс. То есть, вы через ментальный процесс начинаете уводить, ну, уводить свой ум, да? Вы его начинаете, так сказать, над ним его контролировать, да? Потому что он хочет что-то там, а вы его туда, куда надо, да? И у вас уже он под контролем. И начинаете с ним работать дальше. Все практики, ну, начиная и с асан, да? У вас в дришти есть потом пранаяма и медитация. А в медитации все. У вас там дзен-пом. У вас там ум туда, туда, а вам туда. Все. У вас там через, ну, кто-то говорит там, если брать випасану, да? Там на третий день начинается уже там более-менее концентрация, да? Три дня ты там приходишь в себя, там, разбираешься там с дыханием, со всем остальным, да? А потом уже с третьего дня ты начинаешь работать. Вот. А, ну, в медитации, да, там ты подышал полчаса. Вот сколько вам надо было? Вы же занимаете, да? Там полчасика, да? Там примерно вошел через дыхание, да? И все. А остальные уже там час-полтора, вы уже... Ну, мы же занимались вчера-позавчера. Сколько вам надо было, чтобы войти в такой режим ума-врити, да? Врити, когда успокаиваются. Ну, 40. После 40 минут уже все. Ты уже вошел, уже чувствуешь, да? Вот, пожалуйста. Это работа с дришти, с вниманием. Это разные вещи. Как бы сравнивать их. Они у одного задача, одна у другого, другая. Какие-то вопросы еще есть? Давайте поотвечаем. А в обороне медианцы, когда поземляешься, на какую-то поведенную толпу поземляешься или на поле? Две ноги. Две ноги назад, две ноги вперед. А как начинает ты дышать? Ну, как обычно. Крещу ноги. Раз, две. Две назад сразу и две вперед. Любых. Через Бакасану, через Титипхасану, везде. Когда ты падаешь сверху, во второй серии сразу две ноги вместе. А когда ноги сверху джимаешь, что она меняется в положении? Такой вопрос очень частый, да. Можно менять, почему нет? Это зависит от уже индивидуально. Я не меняю, но если задача там проработать более глубокие вещи, да, там у кого-то перекосы есть, да, там... У кого-то перекосы есть, у кого-то, ну, чувствуешь, что у него одна рука, там, да, там, ну, у него есть вот эта вот тема сына, а рука одна поднимается, да, там еще какие-то вещи. Тогда можно менять. Вы чувствуете, у вас что-то меняется? Это индивидуально, в зависимости от своих каких-то ограничений физических, может быть, если они есть. А так, в принципе, если вы будете делать с одной стороны, ну, если у вас уже нет каких-то проблем, да, там, то нормально, ничего не будет, можно делать с одной стороны, если хочется проработать, да, там, туда. То же самое с лотосом, да, там, чему одна, одна сторона, только правая. Там просто работа с, с системами человека, то есть, когда вы с правой стороны жмете, дорогие друзья, я вам еще раз говорю, можно помолчать, чуть послушаем вместе пять минут, десять минут, и пойдемте. Вы зажимаете определенные органы, именно с правой стороны. правая сторона, здесь у нас что находится? Ну вот, вы жмете сюда, да. Если вы будете левой стороной жмать, то уже другая сторона. Вы знаете, что мы не асимметричны? Кто знает, что мы не асимметричны? Все, я. Ну, мы чувствуем это в практике. У меня, например, дверь. Нет, я имею в виду по анатомии, анатомия. Вы знаете, что у вас сердце только с одной стороны, да? Вот, поэтому логично, да, что если мы будем ноги менять, то мы не будем попадать так же, как и... Вот, об этом речь. Поэтому рекомендуется, опять же, иногда все-таки менять, но не в самом практике, потому что в практике заложено, то есть, это такая тема, она достаточно интересная. Я просто пару слов скажу, да, что у вас, я говорил, опять же, на семинаре, что идет компенсация постоянно. То есть, если вы сделали правой ногой, да, то следующая будет левой ногой. Понимаете? То есть, у вас все время микс идет. То есть, у вас тело, оно все время компенсируется. Потому что, если вы будете делать, ну, как бы все, одна сторона, там еще что-то, то у вас перекос будет. То есть, это нереально. То есть, в йоге такого нет. В йоге все время все гармонично должно быть. Поэтому все асаны, вот, комплекс, он, ну, идеальный. Если начать разбирать, можно как-то разбирать чуть-чуть, то вы увидите, я говорил, да, что он сделан по методу компенсации. Одна сторона, другая сторона, и там все. Ну, это не просто одна сторона, другая сторона, а это все, если выбирать анатомию, то увидите, как все мягко компенсируется. Понимаете? Ну, и лотос тоже самое, не исключение. И, соответственно, виниасы тоже. Две ноги должны быть вместе. Если будет нога одна вверх уходить, а другая вниз, то у вас будет перекос на одну сторону. Асимметрия пойдет. Если вы начнете давить, все время так, да, у вас одна нога, а вторая нога, то у вас одна сторона начнет уезжать. Почему? Потому что позвоночник начнет смещаться в позвонки. Да? И все, и поехали. Поэтому две, 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 чтобы ровно не было вот этих, вот, руки поднимать, там, еще что-то, чтобы перекосов не было. Понятно? Что это, кстати, за прикол это было? Извините, асу. И вообще, асу, да? По поводу второй серии. Вот кому не давали, лучше не делать. Это по шасу. В ней приколов очень много. Так же, как и для тебя во второй части первой серии, которую ты еще не делаешь. Поэтому там надо разбираться и разбираться. Это очень, ну, не дается вообще так. Я об этом не один раз говорил, что те, кто не делают асаны, какие им не дал учитель, в лет классе этого лучше не делать. Почему? Потому что, во-первых, не знаете, как делается, а во-вторых, тело не готово. А вы делаете это быстро. И вообще это лучше делать. Быстро вы это делаете. Я понимаю, еще медленно, и то непонятно о чем. А быстро надо сделать. Вы делаете быстро то, что тело не может делать. И очень легко травмировать. Вот и все. А красавица подожрешь? Ну да. Почему, пожалуйста, делаете первое с левой стороны? Ага, хороший вопрос. Всем вопрос. Кто может отличиться? Кто права? Она знает. А, тут вы отключали. Да. Воритет. И у вас правая сторона. Это с морича с нами тоже завязано. Почему я левую сторону? Почему левую сторону? Я же левую делаю. Почему это правая сторона? Потому что правая нога. Потому что правая нога. Правая нога. Что-то здесь получается. А правая нога начинает слева. Что-нибудь слева начинает? Нога справа. Ты машину водишь? Да. Машину водишь? Да. Понимаете? Великолепно. Великолепно. Не, ну вот смотри. Что сама себе ответила на вопрос. У тебя какая нога стопнет? Ну, крючок левая. Да. Мы начинаем. Я сейчас говорил про лотос. Где лотос есть. А, ну следующая скрутка тоже, кстати. Значит, моричасы не работают. С этим сравнением. Не, у меня почему-то, ну, ситуация была со второй. Я про вторую говорю на самом деле. Ну, вторая у вас. А здесь, да. Здесь уже другая. А здесь мы начинаем слева. Таких моментов много. Да, да, 2 секунды. Кручасы тоже, да. Какую ногу поднимать вверх. Да, вообще беда. Все на салону. Вопрос про цифровой детокс. Давай. Частота излучения Wi-Fi 2,4 Гц. Частота излучения в микроволновке 2,4 Гц. Насколько возможно освободить практикующих от частоты излучения 2,4 Гц, хотя бы во время ряда? Во время что? Там бы во время ряда не включается. Знаешь, 2,4 Гц это не факт, что основное с излучением. Я бы порекомендовал всем уехать в Гималайю. Чтобы избавиться от этих Wi-Fi и микроволнов. Я не понимаю. Как нас по-либо, можно избавиться. Нет, даже шкафчик можно не сдавать. Все телефоны. Мы сдаем все перезанятия. О, кстати, идея. Хорошая идея. Смотри, Коля. Мы собираемся скидываться на железный сундук. И при входе его ставим. И все, кто входит, кладут телефоны в сейф. Который изолирован. Он не излучает. В кодусе запрещают тебе телефон? Да. Не будет беда, беда, беда. Без вариантов. Не надо, у меня работа. Нет, все, дошел, положил. Так и сам выборочно будет настроен, что он начнет. Да, да, я согласен, согласен. Просто пока дойдет до людей, это же долго доходит. Привязка-то большая к телефону. Ты по инерции уже идешь сюда, в туалет, я не знаю, с телефона. Тебе надо. Без телефона это нереально. Кстати, вот есть книга у Шарата Джейса. Он там пишет, как он без телефона живет, что он без него иногда его откладывает, а на практике с собой наберет еще что-то. У меня вот отец без телефона живет, он вообще общается, связывается что-то там, просить его, банально что-то документы ему бизнесом ведет, ему приходится ехать, подбирать, помогать ему с этим. Это интересно. Ну, то есть, он ему 70-2 года, он вообще не знает, это телефон. Да, больше. Да, больше. Вы видите, как. И компьютер. Ах, это еще где-то есть. Вот надо у кого учиться. Он даже пастой картины, ты знаешь, 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 ты знаешь. Не, на самом деле, в чем мы же йогой занимаемся. Надо просто нарабатывать эту тему с передачей информации. Захотел, там позвонил кому-надо. Телефатически, очень классно. Зашел в мозг, передал информацию, и все. Все в наших руках. И никаких излучений не будет. Только это, прямая передача. Нет, только ауна. Да. Вот так что, что, нормально. Мы сейчас только вечерами играем в экстрасенсов. А, да? Вот у них есть опыт. Они играют вечерами в экстрасенсов. Чего-чего? В экстрасенсов играют вечерами. Как успеть? Иногда получается. Иногда угадываю. Принеси мне апельсинчик. Ну, там ушел было. Это то, что мы с экстрасенсов играли. Именно играли. Да нет, она... Ну, кстати, хорошая тема. Это йогурская тема. Сейчас сидишь и заказываешь. Пиццу себе. Принесите, принесите, принесите. Денег нет, денег нет. Раз, принесли. Кстати, так работаю. Не, ну что, ситхи есть. Ситхи. Надо развивать ситхи. Правда, их использовать надо не в корыстных целях. Денежи же не корыстные. А? Денежи не корыстные. Смотри, а куда их использовать? На апельсинке. Смотри, на апельсинке корыстные. Окей, ладно. В общем, смотрите, по поводу лэда еще два слова. То есть, смотрите, лэд это конкретно работа с концентрацией. Других вариантов нет. Вы слушайте внимательно счет. И под него движетесь. Как мантра. Читайте, джапа мало. Оммани подмигу, оммани подмигу, оммани подмигу, оммани подмигу. Как только вы ошиблись. Мани, 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 мани. Ой, что это я? Да? То же самое счет. Вот вы вошли, все, и вы слушаете. Вы не опаздываете, вы не спешите. Вы четко слушаете. Вдох, выдох. Кришна, шинка, 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 шинка. Либо вы убираете эту карму. Представляете? То есть, смотрите, вы внимательны к своему телу. Вы не спешите. Ну, это с практики начнем. Соответственно, у вас минимум травм. Согласны? Хорошо, что вы внимательны. Если вы не внимательны, вы спешите, вы опаздываете куда-то. Вам надо быстро. Можно травму получить. Раз. Получили. Потом дальше идем. Ну, я не знаю, там где угодно. На работе. Спешим. Раз. Накосячили. Денег не дали. Ну, примерно, да. То же самое в отношении к там. Я не знаю, ну, все. Все. Потому что что-то там невнимательны были. Раз, там, переехали. Человека. Невнимательны. Да, невнимательны. Людей не слушайте внимательно. Ваших, да, что они там вам говорят. Все пролетело. И таким образом вы на себя вешаете всю эту карму. Согласны? Вот она как проявляется. От невнимательности. А у вас есть возможность здесь проработать чуть-чуть. Чуть-чуть. Зацепить. С чем вы будете дальше работать? Движьте. Концентрация. Чтобы не нарабатывать эту карму. А если мы нарабатываем карму, то к чему все это ведет? Это в итоге ведет к тому, что мы здесь опять залипаем здесь, в этом сансаре. Понимаете? Поэтому все практики, которые высвобождают из сансары, они завязаны на чем? На концентрации. Буддийские традиции. Шиваидские. Вишнуидские. Какие хотите. Концентрация. Тогда есть возможность найти эту стезю, сконцентрироваться. Вот это все разогнать. Все, что лишнее. Все, что не нужно. И поехали. На этом мы закончим. У нее работает, она ситхи развила. После второй серии у нее развили ситхи. Окей, всем хорошо. Спасибо. Спасибо.